И существенно расширивающий функционал. Мы сегодня немножко остановимся на таком главном его отличии. Это именно проверка позиций и все, что с ней связано. Смотрите, давайте, в первую очередь, чем мы отличаемся? Ну, даже ничем не отличаемся, а что должно быть полезного для соочника? В таком деле, как проверка позиций. В первую очередь, это возможность проверять позиции по многим поисковикам и во многих локациях. Допустим, берем, вот я открыл специально, у меня есть такой проект, как Майами. Это проект экскурсионного отдыха и заказов гида по Майами. Грубо говоря, тестовый проект, презенционный проект, но тем не менее, он довольно показательный. Давайте с вами глянем, что может быть в настройках. Итак, в настройках, это тонкости настроек, что очень достаточно важно на этапе создания проекта. Ну, кроме выбора поисковой системы, там, десктопной или мобильной версии, вы знаете, наверное, не секрет, что мобильная версия сегодня, Mobile Force Index, он как бы рулит. Не только в Гугле, но как бы Яндекс тоже смотрит на мобильную версию довольно тщательно. Но, кроме того, что мобильная или десктопной версии, есть еще такие вещи, как, допустим, посмотрим в Google. Местоположение. Местоположение важно, потому что локация играет особенную роль, поскольку любой, любой наш пользователь находится в каком-то определенном месте, и наш поисковик об этом знает, находится ли он где-то в Германии, или находится ли он, допустим, там в Санкт-Петербурге, или еще где-то. То есть, так, у нас в Санкт-Петербурге описан. Ну, или там, допустим, в Москве, да? У меня есть интернетом что-то. Или в Москве, или где-нибудь, в каком-то определенном районе, да? Это определенное местоположение, из которого он будет осуществлять поиск. В любом случае. Так или иначе, Google об этом знает. Ну, поисковика об этом знает, даже не Google. Поэтому местоположение играет роль. Далее. Кроме местоположения есть еще некоторые вещи. Кроме местоположения есть еще некоторые вещи. По какому домену искать? Ну, допустим, если это Майами, да? Если мы ищем по России, то это может быть как Google.com, так это может быть и, наверное, что какой-то локальный домен, или в какой-то любой другой стране, или это может быть Турция, или где-нибудь там, не знаю, Таиланд или Словакия, можно указать локальный домен. Он тоже влияет. Ну, не особо. Как бы это очень-очень тонкая настройка, но, в принципе, он может влиять на выдачу. Язык контента. Если мы ищем в Москве, понятно, что он русский, скорее всего, но если мы, допустим, ищем с Флориды или из Майами, язык контента, на котором нам выдаются результаты, он может быть как русским, он может быть также и английским. Если особенно мы работаем на мультиязычных странах, допустим, ну, такой пример, как Канада, да? Там английский и французский языки, они равноценно государственные. И часть населения ищет, у них браузер заточен на английский контент, часть населения на французский, поэтому и в этом будет отличие. Такие тонкие настройки играют роль. Интерфейс браузера. Интерфейс браузера, как бы, у меня, например, часто работает на английском. У многих работает на русском. Это тоже может играть роль. Ну, и непосредственно страна. Понятно, что она связана с локацией. Страна связана с локацией. То есть нельзя не указать локацию, указать просто страну, потому что, ну, то есть, как бы, мы в Google это отправим, конечно, мы спарсим этот вариант, то, скорее всего, эти данные будут не совсем корректны. Таким локациям мы можем добавить 100-500 разных. Это особенно важно в высококонкурентных нишах, которые продвигаются по месту, предоставляют услуги по месту, ну, на местном уровне, да, где они там размещены где-то по местам. Это довольно важно, потому что поезд, допустим, поездка в Майами из Санкт-Петербурга и поездка в Майами из Москвы, результаты будут совершенно разные. Поэтому такие, если мы планируем продвигаться по многим городам, нам надо отслеживать обязательно позиции в многих городах, в многих местах, ну, по крайней мере, хотя бы в ключевых таких, такого рода местах. Мы с вами здесь немножко посмотрим больше. У меня тут заведены мобильные, и как отличаются еще мобильные версии от доступных. Это немного позже. Значит, то есть, застройки поисковых систем. Итак, еще раз пройдемся. Первое – это локация. Если мы продвигаемся в целом по стране, и у нас есть дело запроса, купить там телевизор в Тюмени, купить телевизор в Москве или купить телевизор в Санкт-Петербурге, мы для этого создаем обязательно несколько поисковых систем и трекаем позиции наших ключевиков по этим поисковым системам. Количество, в принципе, не ограничено. Количество поисковых систем у нас задать можно очень-очень много. Ну, сколько надо, столько и можно задать. То есть, были проекты, ребята задавали там по 300-350 разных локаций. Были такие вещи. Далее, статистические результаты. Давайте посмотрим. Ну, там все задали. Что мы будем получать? Что мы будем получать? Мы, кроме того, что можем задать кучу локаций, мы еще можем задать кучу доменов. Обычно домен есть один свой, остальные конкурентные. Иногда в некоторых проектах может быть несколько своих, остальные конкурентные. Перечисло доменов никак не влияет абсолютно на проект. То есть, их можно задавать достаточно много и трекать позиции по разным доменам. Есть два у нас варианта. Можно трекать как бы несколько поисковых систем. Допустим, вот возьмем Google мобильный и Google десктопный. Так, секунду. Упс, куда это я? Пропал. А, сори. Я не туда вывалился. Где-то у нас мой проект. Мой проект Майами, одну минуту. Вот он. Значит, можно трекать по нескольким поисковым системам. Как видим, у нас по мобильной и по доступной версии, где-то были некоторые просадки по мобайлу. Что это значит? Что где-то по сайту в данном случае есть какие-то недоработки. Вы знаете, что Google мобильная очень много дает внимание на мобильной версии. Где-то был рост, где-то были просадки. Там, где были просадки, мы на это обращаем внимание. И, конечно же, смотрим, что там было не так. Таким образом можно посмотреть, что там было не так. У нас по клику обычно открывается оригинал сырпа. Мы можем посмотреть, где что находится, где кто находится, кто находится рядом. И, по сути, допустим, если мы можем считать, что у нас конкуренты там, ну, не знаю, там, Russian Tourism Miami, допустим, да, или Miami Tour. Ру, они могут быть конкурентами, но они находятся в топе, в топ-10. Мы находимся по данному ключу на 73-й позиции. Поэтому наши конкуренты не те, что в топ-10, а те, что, которые рядом. И надо перепрыгать, в первую очередь, их. Поэтому мы можем, даже их не зная наперед, мы можем прямо отсюда, из сырпа, их просто добавить в конкуренты. Miami Tour, допустим, он у нас уже есть, оказывается. Зумбаком можем добавить в конкуренты. Отлично, добавили еще какие-то домены, там, от Флориды, там, еще какие-то форумы, Robinson, Glauze Travel и остальные. Мы можем отсюда добавлять конкуренты, прямо отсюда, видя, что они реально конкурируют с нами по какому-то ключу. В данном случае по ключу экскурсии в Майами на русском языке. Также мы можем смотреть, есть ли реклама для этого ключа, в данном случае нет. Если специальные сниппеты, какие-то фичеры, сниппеты или топ-карусели, в данном случае их тоже нет. Окей. Нет и нет, слава богу. Если мы смотрим позиции повыше, там, в первой двадцатке, здесь конкуренция будет немножко другая. Мы можем посмотреть оригинал серпа и посмотреть, что у нас здесь экстра-гид уже в конкурентах. Оказывается, уже добавлен. Отлично. Experience Tips.ru можем добавить. Добавили. Отлично. Кроме всего, у нас здесь оригинал серпа, который мы можем посмотреть. Это то, что мы, то, что видит юзер по этому запросу. В данном случае это мобильная версия. Или мы можем глянуть, ровно ту же историю по десктопу. Ровно ту же историю можно смотреть по десктопу. Ну, или открыть новую вкладку. Зачем это надо? Я, наверное, не буду, не открою вам Америку, что сниппеты надо исследовать. Сниппеты конкурентов, их не тайтла, надо исследовать, почему они там висят впереди вас, а не после вас. Поэтому это довольно важно. Аналогично мы можем выбирать любой другой домен или переключиться на другую, на другой вариант отображения. Это отображение доменов. Мы уже будем здесь видеть один, одну поисковую систему, несколько доменов. Посмотрим, что. Допустим, по кругу экскурсиям в Майами. Трава Майами Ро не проходит никуда. Но зато есть конкуренты. Тысяча один гид, Американ Трава и Американ Батлер. Причем Американ Батлер где-то на четвертой странице там котируется. Но вот два топа у нас есть. Можно уже их брать, исследовать, потому что мы вообще даже не в СРП по этому запросу. Можем брать и исследовать, откуда взялись, что делают, исследовать их не тактику, если у них их стратегии, как бы их контент и все остальное. Ну, в принципе, вещи известные, тут останавливаться я не буду. Значит, что еще можно получить из статистики отсюда? Можно еще посмотреть динамику. Можно еще посмотреть динамику, как это все дело смотрится. Давайте перейдем обратно. Допустим, посмотрим. Вот, выберем себе, допустим. Мы вот тут почему-то вылетели в Яндексе из СРПа. Непонятно почему. Но, посмотрим по гуглу. Допустим, возьмем позицию, можем сравнить несколько СРПа. Этот, допустим, вот этот, вот этот и, например, вот этот. То есть, один ключ, два поисковика, один ключ, два поисковика, четыре разных даты. Ну, или там более-менее одинаковые даты. Мы можем посмотреть на сравнение СРПа. Получим четыре СРПа. В данном случае это в топ-10. Мы можем выбирать 20-50. Допустим, может быть, двадцатка. И смотреть, как здесь кто предоставлен по этому СРПу. По клику у нас вот наш travel Miami.ru. Видим, здесь 16-я позиция, 15-я, 14-я, 16-я. Посмотреть, что где, как, когда, кто куда двигался, кто был выше, кто был ниже, куда они выросли, куда они пропали. Ну, YouTube, понятно, с ним струклировать опасно. Facebook, та же история. Ну, май, май, амитур, вот здесь он есть, допустим. А на мобайле на 30-е число его вообще как бы не видно. То есть, он вылетел. Но я отлично начинал смотреть и как бы использовать это в нашу пользу. Это по сравнению с СРПа. Мы можем сравнить тот же СРП как бы по одному ключу полностью. Можно посмотреть по одному ключу сразу все, что у нас есть. Все, что у нас творилось по одному ключу за всю историю. Посмотреть, как мы сидели, где мы были. Те ли были у нас сниппеты. Опять же, можно их отобразить. Те ли сниппеты у нас были, которые нам интересны. Тот ли был тайтл и тот ли был релевантный УРМ, по которому юзер к нам придет. То есть, ту ли страницу нашу поисковик выдал нам в выдаче по запросу. И вот по релевантным страницам как раз это довольно интересная история, потому что она достаточно важна. Но вы знаете, что такое каннабализация. Когда у нас несколько страниц борются в СРП за один и тот же ключ и просто каннибализируют трафик. То есть, каннибализация, она штука не совсем хорошая для нас, как для соошников. Поэтому очень важно, чтобы то, что мы запланировали, если мы поставили контент на страницу и его просолошили, эту страницу под какие-то ключи, чтобы они соответствовали. Для этого всего у Спасерпа есть такая штука, как релевантные УРЛы. Мы можем их отобразить, задать вручную. Задать вручную, если они у вас собраны предварительно. Если вы встроили семантику, скорее всего, вы так и делали, то под семантику у вас есть уже страница, куда должна эта семантика ввести. Если уже такой семантики нету, мы можем получить УРЛы из текущей выдачи. То есть, мы получим там, где у нас позиции есть, мы получим то, куда нас приведет наша выдача. Давайте возьмем другой момент. Допустим, это еще один в ядру. Мы увидим, что здесь по Майами есть один УРЛ, экскурсия SSH-A Майами. Это один УРЛ, по которому котируется в основном вся семантика, которую мы задали. Собственно, если этот УРЛ здесь релевантный у нас показан, а здесь показан текущий. Если мы задали релевантный, и он не отвечает, допустим, Майами может быть ру, допустим, да, и он не отвечает текущему, у нас текущий будет отличаться. Мы по клику по нему увидим, что текущий вот такой, а релевантный задан такой. По такому отличию мы сразу видим, где у нас идет несоответствие трафика, где у нас идет сбой по SEO-оптимизации, по SEO-оптимизации. И здесь как бы не вопрос, чтобы отредактировать релевантный УРЛ с PasserPay, да. Вопрос в том, чтобы он совпал с тем, что мы задали. То есть это надо идти к себе на сайт, и, соответственно, как бы с вашей страницы смотреть, опять же, в выдачу, смотреть, что мы получили, почему снипит другой, возможно, там у нас какой-то не тот контент, возможно, не так заколки стоят, возможно, там что-то не то. То есть надо как бы уже обращать внимание на страницу. Штука довольно полезная, соответственно, релевантного УРЛа текущим, очень важная деталь продвижения SEO, чтобы все соответствовало так, как вы себе запланировали. Ну, соответственно, как бы я не буду основываться на том, чтобы есть пакетные разные изменения, то есть технические детали, их тут очень много разных, что здесь, что здесь, можно данные импортировать откуда-то, импортировать вместе с ключами, то, что я говорил, ну, у камереж никто не зайдет, да, то есть вы импортируете в проект всю семантику с какого-то там ключа, в любом случае там 500-600 ключей, там полторы тысячи, если это онлайн-магазин, то там начиная от трех и выше. Руками это все никто задавать не будет, это все импортируется какого-то CSV файла, и все заливается прямо в проект, как в любой другой тул. Что еще? Это статистика. По статистике, ну, разные фильтры и все остальное рассказывать не буду, стандартные вещи, которые есть везде у всех в разном виде, настраивали можно все что угодно, отображение любое, экспорт само собой, как бы, ну, настройка экспорта, я думаю, что вы все сможете поковыряться здесь и все посмотреть, потому что в Туле 7-дневный трилл, это одно, во-первых, это полный функционал на 7 дней, и второе, у нас сейчас здесь пакет, если вы регистрируетесь, я покажу сейчас на, скорее всего, на инкогнито, лучше показать. Если вы заходите, как бы, к нам с нуля, у вас будет сообщение о том, что под эту пандемию, под этот COVID мы разработали специальный stay-home plan на 5 тысяч проверок в месяц, это план абсолютно бесплатный, он трехмесячный, его можно активировать где-то 3 месяца, 5 тысяч проверок в месяц, как бы, использовать. Такой антикризисный пакет специально под эту ситуацию, которая творится в мире, мы поддерживаем малый бизнес и пытаемся идти навстречу. Остальное, что здесь есть еще полезного? Динамика. Динамика, как бы, своего рода дашборд, ну, здесь, можно сказать, 200 дашборд, да? Что нам дает динамика? Динамика нам дает быструю оценку истории по нашему домену, не по проекту, а именно по домену проекта. Здесь можно выбрать любой, допустим, если возьму прямо Майами, который родной, да? Я увижу, ну, в любом случае, как бы, скриншот. Я увижу, сколько у меня ключей, в каком разрезе есть, ну, там немного ключей, в принципе, в семантике, да? То есть, у меня, как бы, один ключ в двадцатке, соответственно, один и в пятьдесятке, и где-то еще два, там, где-то после пятьдесяти выросли. То есть, сегодня у меня в серпе три ключа в сотке, да? В топ-100. Средняя позиция у меня стояла 17, но отлично, как бы, 22 июня. Это все уверенно вернулось, и я слетел, у меня вылетели ключи, и я слетел на середину серпа. Соответственно, но у меня в выдаче почему-то появились дополнительные ключи. Хотя я слетел, но дополнительные ключи появились. Где-то там сзади, в 50 плюс позициях, но они там есть. Поэтому над этим можно работать. Появились вот эскурсии у Майами, залетели в сервис, эскурсии у Майами русском языке, залетели все. С чем это связано? Ну, я скажу, проект как бы, он не SEO, мы его не SEO, он абсолютно, это полностью тестовый проект, абсолютно тестовый дом, абсолютно тестовые ключевые слова, взятые, грубо говоря, с потолка. Ну, сайты реальные, это точно. Вот, а ключи взятые, ну, как с потолка, то есть взятые с планировщика, более-менее ключи, подобранные какие-то домены, чтобы можно было на этом примере что-то показать. Поэтому по данному проекту как бы залетело два ключа в серп. По им, если они залетели сюда, значит, кто-то выпал. Надо смотреть серп, надо смотреть, кто именно пролетел, за счет кого мы туда влетели, и уже на вот, именно на вот этих двух ключах можно как бы двигаться далее. Можно двигаться далее и их продвигать вверх. Если мы возьмем еще один гид, здесь история будет получше. Увидим, что у нас в каждом разрезе есть по ключу. Есть ключ в десятке, есть восемь ключей в двадцатке, восемь, ну, ниже в половине, и где-то там один ключ после половины двигается. Здесь есть какие-то движения, попытки получить среднюю позицию, если тестировать этот домен, если его продвигать, соответственно, можно просто просмотреть вот эти упавшие ключи, их подтянуть по контенту каким-то образом, или на лэндах, или на блоге, подтянуть, и вот эту позицию все-таки с 22-й вырвать в 14-ю, можно даже в десятку влететь. В принципе, я думаю, что на протяжении небольшого времени, на протяжении некоторых недель, можно туда ворваться. Динамика сейчас по букву довольно быстро меняется. Аналитика. Аналитика еще один своего рода дашборд, который нам показывает аналитику топа. Это аналитика именно топа, который мы задаем себе в настройках. В данном случае это топ-30. Он стоит по дефолту, мы его можем менять от топ-1 до топ-50. Количество доменов, это домены, которые здесь отображаются. То есть в данном случае топ-30 мы видим, что по количеству ключевых фраз у нас мы можем смотреть какой-то один домен, который это его средняя позиция по количеству ключевых фраз. То есть, вернее, не средняя позиция, а количество ключевых фраз в топе. В топ-30 у него, допустим, там 12 фраз, 11 фраз. 12, опять там 11, 10 и так далее. Сколько у него ключевых фраз у этого домена находилось в топе за последний период времени. Ну и так по разным доменам можно поанализировать. В данном случае мы смотрим по одному домену. Если мы переключимся и по одному поисковику, поисковиков можно включить два, ну или больше. Можем сравнивать, допустим, десктоп Гугла и десктоп Яндекса. Интересная ситуация получается, что если мы посмотрим, допустим, на топовый сайт, мы увидим, что у нас по Гуглу пониже ситуация, по Яндексу ситуация повыше. То есть в Яндексе больше ключей разрушивается, в топ-30 по Гуглу поменьше. Причем, что Гугл как бы просадил несколько ключей, посадил два ключа, начиная с 10 июня. С чем-то это было связано. Или с апдейтом, или что-то недоделано на самом сайте. Можно пойти другим путем. Можно сравнивать не только поисковые системы, можно сравнить, допустим, и между собой сайты. Ну, все сразу получается бардак, но по одному. Можно их между собой посравнивать, посмотреть, сколько, где, куда, чего было. Чтобы не щелкать, есть такая вещь, как называются основные изменения. Они нам покажут, как бы, те сайты, у которых были очень сильные изменения в принципе за период. То есть какой-то большой скачок или большая просадка, вот допустим, как вот здесь. О Travel, о Dairu была просадочка, или, например, это Facebook, у него как бы стартануло вверх. Ну, Facebook как бы нам не показатель, да, но вот, скажем, TripAdvisor, это тоже не повиняю особо показатель. Ну, можно смотреть, да, вот ExtraGate, у него тоже была просадка. Можем все, что лишнее, допустим, там, TripAdvisor вырубать, Facebook вырубать, и смотреть там по American Online, Travel, O Dairu, ExtraGate, и TripZaza.com. Уровень изменения можно менять, 20% изменения, это значит, что есть изменения более чем, ну, в районе 20%, мы можем поставить, допустим, побольше, например, в районе 40%, и у нас таких уже сайтов останется только два, потому что только здесь были такие скачки, которые 40% среднего показали. Это у нас сайты TripZaza и Travel, O Dairu. Вот такого вот формата. Та же история по рейтингу доменов. Еще одна укладочка, это наша личная метрика, которая учитывает не только количество ключевых фраз, она учитывает еще позиции этих ключевых фраз. Допустим, если ключевая фраза находится на первом месте в домене, то у нее там рейтинг 10. На первой позиции в СРП у нее рейтинг 10. Если находится, допустим, там на 10-й позиции в СРП у него рейтинг 1. И вот эти все рейтинги складываются таким образом. Можно посмотреть рейтинг, как менялся рейтинг разных сайтов за период. За период. Опять же, можно посмотреть основные изменения. Здесь уже будет три штуки. То есть, уже вот такие вот скачки были здесь, скачки были здесь, скачки были здесь. Посмотрим, что за сайты. Это YouTube, понятно, до побачения. Он нам не нужен. Трип за за, оставляем. Оставляем трип за за. И Facebook тоже. До свидания. Трип за за. Значит, у него как бы была просадка, и потом выявнилось. Если он не упал и не остался, это значит, какой-то, ну, временный скачок, он ни о чем не говорит. Но, в принципе, если бы он упал и остался, это бы для нас был какой-то сигнал, что надо этого трип за за уже где-то догонять по контенту, догонять по линкам, догонять по какому-то коммунисту продвижению. Смотрите, что у них не так, и делать у себя лучше. Таким образом, аналитика нам, это все штуку можно выгрузить с этими всеми настройками, с этими всеми делами. Эту всю вещь можно выгружать, опять-таки, к себе, в CSV, и уже у себя, я не знаю, кто в Google таблицах, кто в Excel, кто в чем, может как бы дополнительно анализировать, если чего-то где-то не хватило. Хотя здесь вполне хватает визуализации для того, чтобы понять, что где, куда и зачем находится. Давайте вернемся к статистике. Давайте вернемся к статистике по проверке SERPAP. Что еще интересного? Допустим, я уже говорил, возьмем, допустим, Mobile Google и Mobile Яндекса. Мы знаем, что они выдают интересные результаты, совершенно разные. Допустим, возьмем этот 1000 гидро и сравним SERPAP у нас по этой позиции и по этой позиции. Один ключ, два, две разных системы. Так, стоп. Это лишнее. Было, ну ладно. То есть, у нас вот есть здесь у нас Яндекс мобильный, здесь у нас мобильный гугл, смотрим, что совершенно разные SERP, совершенно разные, ну соответственно и сниппеты. SERPAP можем увидеть, что здесь первая позиция, здесь шестая позиция, сниппеты одинаковые, да, сниппеты одинаковые, на данном случае одинаковые урлы. это хорошо. Хуже, конечно, когда урлы не одинаковые, хуже, когда здесь у нас урл Miami Excursion, здесь у нас урл и просто лендос главный, и кроме того есть еще Miami Excursion. Это классический пример каннибализации трафика, скорее всего надо или там переливать, возможно, ребята переливают с вторичной страницы как бы на главную, не исключено, или каким-то образом люди туда информационные трафики, там его каким-то образом монетизируют в конверсию, ну не знаю, надо исследовать, что у них там есть, возможно, какие-то кнопки захват или еще, что-нибудь еще. Для конкурентного анализа эта штука довольно полезная. Эта вещь также вся полностью выгружается в CSV, полностью с тайтлами, со сниппетами, с позициями, с доменами, вы можете анализировать полностью, что кто креативит, кто чего использует, какие ключи куда впихает и так далее и тому подобное. Штука чрезвычайно полезная, над ней надо потрудиться, но имеется в виду, что она дает очень много почв для размышлений, потому что результаты довольно интересные, ценные, и чтобы до конца разобраться, как догнать конкурента, надо посидеть, его поисследовать. Для этого вот ССРП, пожалуйста, вам говорится в руки, берите, пользуйтесь за здоровье. что есть особенного в спайсерпе по оплате. Мы используем две модели оплаты. Первая модель это подписка, стандартная подписка, как бы, которая просто-напросто дает количество проверок в какую-то единицу времени в месяц, или в квартал, или в год. По сути, не то, что в квартал, или в год, она по сути дает в месяц. Давайте я еще одно русское переключу, покажу. Значит, смотрите, тарифные планы. Мы исходим от цены за тысячи проверок. Цена за тысячи проверок в рублях, и от этого зависит план. То есть, если надо 10 тысяч проверок в месяц, план про 10к, по 49 рублей за тысячи проверок, пожалуйста. Следующий 20к, 20 тысяч проверок в месяц, 50 тысяч проверок в месяц, 100 тысяч, 300 и миллион проверок в месяц. Есть еще дополнительный дарифный план, миллиона, если коммунат и индивидуальные условия уже оговариваются, мы можем это все без проблем наши парсера могут стянуть. Однозначно, что скидки за объем, то есть, за 3 месяца 6 или 12, скидка без проблем. Есть калькулятор, если вы не знаете, сколько проверок надо, можно посчитать, что такое проверка, в принципе, проверка это один чек одной позиции в одной поисковой системе. Если у вас один ключ, 5 поисковых систем, за один раз вы делаете 5 проверок. Если вы запускаете каждый день, в месяц у вас будет 150 проверок. Если вы запускаете 2 раза в день, соответственно, будет 300 проверок в месяц. Или вы используете 2 поисковика, один ключ, 2 поисковика, это 2 проверки в день, это на 30 дней 600 проверок в месяц. Вот таким вот образом но обычно как бы там сайты ниже 100 ключей по сути но я не знаю таких чтобы их продвигали потому что если меньше 100 ключей ну и не надо даже даже не знали со смыслами продвигания в особо на нем не разгонишься значит это по проверкам есть еще одна вещь если вам допустим что делать у вас вам надо примерно 15 вверх в месяц или 12 тысяч проверками создать про 20 вам много про 10 мало что делать берете смело про 10 у нас такая вещь как баланс баланс пользователя он на него можно положить деньги у него же положить деньги и все что мне хватает вам с аккаунта допустим у меня тариф просто допустим месяц я жду допустим 120 тысяч проверок да то есть я 100 проверок сжираю в рамках тарифа остальное у меня берется с баланса по 0 029 за тарифу просто по 29 рублей за тысяч проверок у меня будет браться с баланса баланса выполнять от двух долларов и они деньги лежат у меня никуда не пропадает тариф если оплатил каждый месяц будет оправляться то есть я платил допустим там сегодня у нас 1 июля 1 августа мой тариф закончится если 100 тысяч проверок использовал хорошо использовал 70 остальные 30 у меня пропадут поэтому здесь лучше посчитать возможно мне лучше взять 50 тысяч и за 30 доплатить дополнительно потому что я не знаю можно 30 сегодня используя завтра не вполне я всегда пытаемся помочь нашим пользователям в плане более удобного расчета мы не стремимся как бы собрать больше денег мы стремимся чтобы пользователям с нами было удобно поэтому если возникают какие-то сомнения на что посчитать у нас еще таких поддержки всегда на сайте он открыт ребята вот здесь как бы в этой кнопке сидят не всегда вам помогут подскажут посчитает за вас пересчитают и все расскажу что где куда что еще дополнительно у нас полезного есть значит проектов я уже сказал настройки пользователя а вот что ищет какая еще штука полезная цели пользователя это само собой они стандартные досы единственное что мы учитываем как бы когда отправлять письма на e-mail и учитываем часовой пояс полезным для пользователя зачем это надо вы находитесь в москве работаете допустим там на нью-йорк да у вас пользователи нью-йорк и так нью-йорке соответственно у вас нью-йорку там минус 10 по моему число ли сколько там какая разница во времени поэтому поэтому вам надо здесь выставить время по которым будет считаться ваши проверки лучше нью-йорке чем те которые у вас находится попадал вашему по вашей локализации поэтому штука такая довольно полезная настройка проекта можно считать график позиция направо можете считать справа налево это относится и к порядку дат здесь же находится токен опи опи ключ до по которым можно достучаться у нас есть свою api по которым можно генерить запросы сейчас я вам немножко подробнее расскажу по область слова полезного у нас есть в проектах это кроме кроме всего кроме слова настройках есть еще расписание расписание можно сделать 100 500 вы можете проверять каждый понедельник среду и пятницу 830 и каждый вторник четверг субботу допустим в 5 5 часов вечера или же в 5 часов утра для чего это надо это очень ценная штука если вы работаете высокой конкурентной нише это вулкан казино это любой дейтинг и любые осейники то есть гемблинги там не знаю секс-порно да то есть высокая нагрузочная тема которая очень сложно продвигается и которые очень конкурентной ниши которые надо держать руку на пульсе буквально каждых полчаса поэтому такая вещь разрешает добавить там ежечасные ежеполучастные расписание проверок чтобы у вас постоянно вы чувствовали где у вас находится сайт не просел ли он за последний час потому что например гемблинге это критически важно на сегодняшний день критически важно понимать каждый час где вы находитесь потому что он очень очень быстро меняет ситуации все меняется там куча конкуренции куча линков куча разных сеток настроенных там куча всего но очень сложные ниши поэтому для них вот такие вот частые проверки мы как бы не ограничиваем сколько надо сколько проверяйте имейте ввиду что это опять таки влияет количество проверок но высоком при этом не что не как правило и денежная не приносит отдачи поэтому там это окупается с лихвой такое возможно здесь использовать как говорится на здоровье и аппи значит аппи у нас аппи только на инглише написано ну имеется ввиду что он работает в принципе как бы не играет роль для какой языка просто документация пока только на английском есть свою аппи где можно управлять проектами получать результаты от проверок есть огромные проекты лучше конечно их создавать заливать ключи или забирать ключи или забирать статистику забирать по аппи забирать к себе здесь есть куча всяких вещей и управлению ключами и по управлению았어요 по менами управлению поисковиками и всего 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 вот получение статистики все есть все методы описаны документация полно ml на Ostend у нас есть отдельный чат, и приглашаю, как бы, обращайтесь, мы вас добавим, и отдельный чат имеется в виду по API, для тех, кому надо, и если у вас возникнут вопросы, вам с удовольствием помогут, проблем там нет никаких, довольно простой, довольно, как бы, такое, говорится, интуитивное своего рода, все методы названы по-человечески, перемены названы по-человечески, как бы, все интуитивно, все понятно, там не надо быть особо прокомментированным, чтобы в нем разобраться, и как управлять проектом по нему. Собственно, на этом, пожалуй, наверное, что будет все, я не хочу забирать больше ваше время, потому что я так уже немного затянул, могу рассказать еще долго, но лучше, говорю, лучше раз попробовать, чем стараться услышать, поэтому повторюсь еще раз, у нас есть триал версия, пожалуйста, подключайтесь к стрелке нашей, семидневной, если надо, если надо, как бы, антивирусный пакет, берите антивирусный пакет, и если необходимы какие-то промики, для вашего курса, если не ошибаюсь, промики сделали, если не сделали, то сделаем обязательно, промокоды у вас будут на пакет Spicer.pa. Пока что я буду благодарен, если есть вопросы, пожалуйста, давайте в чат, и я, наверное, к никому не обращусь, уже перед нами попрошу его взять слово. Спасибо, Тарас, спасибо, спасибо за интересную презентацию, очень было интересно посмотреть, да, уже появились вопросы в чате, я думаю, вы их сами видите, но для всех я озвучу, колдунчики очень сильно сократили возможности SEO, и хороши теперь только первые три места, или все-таки нет? Сложно сказать, ну, что значит хорошие, что очень нехорошие, колдунчики сократили, смотрите, даже если они сократили, я знаю ситуации, когда и вторая страница неплохо стреляет, понимаете? Все зависит от того, юзер сейчас, вот эта вот фишка, которую мы берем как бы с первой страницы, все, да, мы перешли в мобайл, но поисковики за счет того, что они убрали погенацию на мобайле, уже немножко поистил у вас разница первых топ-3, топ-5, топ-10, потому что скролл, как бы один скролл пальцем по экрану, а экран у нас сейчас как бы не совсем маленький, да, вы знаете, что там, на ней там патит немалые, приличные, поэтому скролл пальцем по экрану, он повлистывает где-то порядка, по-моему, до десятка позиций, один скролл, как бы это один экран пролетает, поэтому не особо парьтесь, как бы, что топ-3 играет роль, смело брейте за свое место под солнцем, короче, не возьмите никому, делайте все так, чтобы было правильно, и все остальное, никого не бойтесь, все будет хорошо. Спасибо, Тарас. Всем слушателям хочу еще раз напомнить, что можно сейчас в чате или даже голосом задавать любые вопросы, которые у вас появились по ходу нашей презентации, в частности, я пока тоже свои позадаю, но не забывайте, что это для вас, ваши вопросы нам интересны. Вот я, когда смотрел презентацию, у меня появился вопрос, там очень много было отчетов, в которых мы анализировали позиции, и вот мы традиционно сталкиваемся с тем, что понятие позиции сейчас такое, оно условное, потому что позиции стали персонализированными, и у одного пользователя позиция может быть одна, у другого другая, вот как решает эту проблему сервис, то есть какое понятие позиции вкладывается в отчеты, это какая-то средняя позиция, обезвеченная там средняя позиция, или каким-то другим образом она вычисляется, откуда эти данные берутся? Тут все очень банально, все очень просто, это позиция, допустим, еще раз вернемся к настройкам, к поисковику, если я задал в поиск, допустим, поисковую систему Google, и указал здесь Москва, Россия, и добавил этот поисковик, по этому поисковику у меня будет четкая позиция любого пользователя из Москвы, то есть это ровно то же самое, что любой пользователь из Москвы вбил в Google ключевую фразу, как это решается? Мы передаем эту информацию в наши парсера, там все локализации, все локации указываются, все настройки указываются, и парсер, соответственно, генерирует поведение пользователя для Google и получает его позицию. В результате мы не берем ничего с регионного, откуда берется позиция, вот эта вот 16 позиция, мы смотрим откуда она, она берется вот ровно отсюда, это оригинал серпа, мы отсюда берем, у нас 16 позиция, вот где она там есть, она вот здесь стоит, или какая там еще у нас была, это все взято из серпа, это мы не придумали, это не база данных, это ничего такого, это просто-напросто, вот 16 позиция, да, вот здесь, Travel Miami.ru, вот серп, как он есть, мы возьмем он здесь, посмотрим, чуть ниже, мы увидим, вот наш Travel Miami.ru, вот наш сниппет, это тот оригинал серпа, как бы пользователь на его локации, там где он находится, вбил в поисковик Google запрос о русскоязычной экскурсии в Майами, он увидел ровно вот этот серп, поэтому позиции довольно точные, и как бы это неусредненные, на них можно ориентироваться, это то, что видит пользователь, который вбивает, ну, это, ну, как бы, он ведет себя как пользователь, по локации, и тут главное, что если вам именно надо, как бы, локализированную выдачу, для этого просто-напросто аккуратно настроить поисковик, и все. Понятно, Тарас, спасибо большое. Коллеги на вебинаре, если вопросов нету, то на этом мы тогда сегодня закончим нашу встречу, если еще есть, пожалуйста, задавайте. Хочу поблагодарить нашего приглашенного гостя, надеюсь, что такой формат у нас приживется, мы будем использовать его почаще. Андрей, благодарю, благодарю всем коллегам, кто подключился к нам. Ну, и на этом сегодня вопросов я больше не вижу, мы закончим, спасибо всем участникам, спасибо еще раз Тарасу, до следующей встречи, напоминаю, что семинары у нас проходят регулярно, рекомендую просматривать страницу нашего сайта с нашими семинарами и записываться на них. Информация по семинарам, по вебинарам есть у нас внизу, у нового нашего обновленного сайта для слушателей, для слушателей мастер-классы раздел. Соответственно, там вы можете найти все расписание наших будущих семинаров по любым темам и направлениям. Ну, и также приглашаю всех на наши занятия, на наши курсы не только по SEO, но и по всем направлениям интернет-маркетинга, в том числе по аналитике, по рекламе, по контекстной рекламе, по SMM-рекламе, социальной рекламе, рекламе в соцсетях и другие-другие-другие направления. Е-мейл-маркетинг, создание лендингов и так далее. На этом сегодня наше занятие, встреча завершается. Благодарю всех еще раз и до свидания, до встречи. Спасибо всем, до свидания.